В эфире выпуск новостей. В студии Ольга Ельфимова. Здравствуйте! О самом важном к этому часу. 312 заразившихся коронавирусом, зарегистрированного в Владимирской области за прошедшие сутки, это новый антирекорд. Рост заболеваемости в нашем регионе фиксируется уже 22 дня подряд. Общее число инфицированных приблизило 61 тысячи человек. В Владимирской области проходит прививочная кампания. Минздрав разрешил медикам вводить вакцину против коронавируса «Спутник Ви» одновременно с препаратом от гриппа. Федеральное министерство уже внесло изменения в инструкцию по применению вакцины. До этого прививки от коронавируса и гриппа делали с промежутком в один месяц. Вакцинировать пациентов сразу двумя препаратами будут только по их желанию. Учитывая сложную ситуацию от коронавируса в ближайшие два месяца, прививки сделают большинство жителей. В Рио главы региона обозначил, какие изменения ждут Владимирской области в середине декабря. С 15 декабря доступ к местам массового посещения будет возможен только по предъявлению QR-кода или справке о перенесенной в течение полугода новой коронавирусной инфекции. Такой же порядок собираются установить во всех регионах. Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно. Вакцина в области есть. Предприятиям, организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем. Нужно просто позвонить в органы местного сомправления, либо в областной департамент, и вас включат в график. Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь главного санитарного врача, мы рассчитываем, что совместно предпринимаемые нами меры помогут нам выйти из четвертой волны заболевания и защитить наше здоровье. Продолжаем выпуск. Жители села Косогово Юрьевпольского района добиваются ремонта дороги. После дождей по ней могут проехать только внедорожники. Проезжую часть чиновники обещали отремонтировать еще в сентябре, однако работы так и не начались. Подробности в нашем материале. Лужу и грязь пройти по главной дороге села можно только в резиновых сапогах. Пенсионерка Екатерина Тараканова жалуется. После дождей вместо дороги здесь месиво из грязи. Как пройдет дождик, ливень, вообще невозможно пройти. Не, не обойти. Видите, здесь ни туда, ни сюда. Ездить по дороге небезопасно. Можно повредить машину на обочине заросли сухостоя. Из-за этого водители рискуют вылететь в фюет. По словам жителей, администрация не окашивает траву, хотя по закону обязана это делать. По этой дороге, когда едешь, можно и колесо пробить, потому что камни, булыжники все торчат, ничего не убирается. Можно тебя просто снести. Ну и, соответственно, подвеску приходится менять. Последний раз дорогу ремонтировали недавно, в 2019 году, но покрытие пришло в негодность. По гарантии устранить дефекты подрядчик должен был до 10 сентября. Однако дорожники в селе так и не появились. Жители села в 2019 году даже сами скинулись денежными средствами и сделали дорогу 50 на 50 вместе со средствами администрации. Но был конец 2019 года, и вот она в каком состоянии у нас в данный момент. Нам асфальт, по сути, как бы не нужен, хотя бы щебенкой сделать дорогу. От села Косогово до Небылово легковушки проезжают с трудом. На дороге в нескольких местах нет водоотведений. Из-за этого трассу размывают. По словам жителей, в ответ на свои жалобы они из администрации получают лишь отписки и обещания. Дорога у нас идет, равняется вместе с полем. Водоотведение, которое там раньше было, его просто запахали. Сейчас отправили в прокуратуру дальше разбирательство. И коллективное обращение опять так же отправили, чтобы нам заново сделали водоотведение с дороги. Пожарный пруд, головная боль местных жителей по предписанию МЧС, дорогу до пирса покрыли щебнем, но не до конца. Съезда с основной дороги до сих пор нет. Они просто ушли вот этот кусок, оставшийся три метра, они его просто не доделали. По словам людей, на пирсе не хватает водозаборного колодца, нет здесь и обязательно противооткатного бордюра. Зимой однозначно все замерзнет, и пожарники не смогут в случае чего в какого-то ЧП как-то забрать воду. Весной часть пешеходной дороги над водостоком обрушилась, трубу завалила, из-за этого вода не уходит. Сток забит, его никто не прочищает. Также жители борются за ремонт дороги, проложенной над прудом. В случае ЧП по ней пожарные машины смогут быстрее проехать на другую сторону села. Вот противопожарный пирс на этой стороне пруда находится. Вот если пожарники из села Небылое, примерно 5 километров находится отсюда от нас, они приезжают, забирают воду здесь. И как им проехать на ту сторону села, вот по этой вот дамбе, вот я просто не представляю. А если получается объезжать село, то это опять-таки 4-5 километров по полям, по дорогам, которые зимой особо никто не чистит. Администрация знает о проблемах села Косогова, однако глава так и не ответил, когда отремонтируют дорогу. Мы с ними контактируем, да, постоянно. Доводим информацию до них, все абсолютно, самое свежайшее у них, она вся есть. Для противопожарных нож водоем в полном объеме соответствует требованиям законодательства на данный момент. Мы не занимаемся дорожной деятельностью согласно полномочия законодательства. Сразу после визита нашей съемочной группы в селе начали ремонт дороги. Местные жители сообщили, чтобы в Косогово эта проблема была решена окончательно, они обратились с жалобой в прокуратуру. Ирина Начарова, Лариса Инковская и Сергей Власов. Во Владимирской области продолжается всероссийская перепись населения. На сегодняшний день не приняли участие свыше 193 тысяч жителей региона. Большинство заполнили анкеты с помощью переписчиков. Свыше 62 тысяч жителей региона ответили на вопросы онлайн на портале Госуслуг. Также заполнить анкеты жителям региона помогут в офисах МФЦ. На сегодняшний день помощью сотрудников центров воспользовались более 4 тысяч человек. Люди могут сами прийти в любое отделение МФЦ, не обязательно то, к которому они как бы прикреплены. Опрос займет даже там на целую семью 4-5 человек, ну минут 20, не больше. Все равно у нас переписчики все компетентные, они быстро опросят все население. Плюс необязательно же вводить с собой всю семью. Можно прийти одному человеку и переписать всю свою семью совершенно спокойно. Никак не запрещено, никаких документов не надо с собой, даже паспорт не нужно, ничего. Все со слов опрашиваемого лица. В переписном листе 40 вопросов, 7 из них для живущих в России иностранцев. Около трети тем касаются жилищных условий, есть вопросы о доходах и о брачном статусе. Также респондентов спрашивают, сколько у них детей, знают ли они иностранные языки и какое у них образование. За несовершеннолетних на вопросы переписи отвечают родители. И к другим темам. Владимирская область включена в число участников пилотного проекта. Со следующего года в нашем регионе начнут создавать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Новая программа будет работать в рамках национального проекта «Демография». Эксперты отмечают, в нашей области уже многое сделано для создания системы долговременного ухода. Во всех центрах социального обслуживания населения открыты пункты проката средств реабилитации. В регионе созданы школы ухода для инвалидов, их родных и близких. Во Владимире, Коврове и Муроме работают отделения дневного пребывания для пожилых людей. На конца года откроется центр социальной реабилитации для инвалидов в Камешково и учебная квартира для инвалидов в Гусьрустальном. В числе семи других регионов страны Владимирская область получит на развитие нового проекта средства из федерального бюджета. Сегодня в областном центре открыли мемориальную доску в память обоснователе Владимирской школы гимнастики, заслуженном тренере СССР Николая Толкачеве. Ее разместили на доме номер 32 по улице Большой Нижегородской. Именно здесь жил легендарный тренер вместе со своим воспитанником, будущим многократным олимпийским чемпионом и лучшим гимнастом 20 века Николаем Андриановым. Открытие доски приурочено к столетию со дня рождения Николая Толкачева, автор работы известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Мастер рассказал, что работал в том числе по фотографиям. На снимках больше всего его поразило лицо тренера. У него лицо очень волевого человека и вот как раз в этом плане было интересно посмотреть и поработать. Действительно, до Толкачева мало кто знал о Владимирской школе гимнастики и то, что достиг Андрианов, это заслуга Толкачева в первую очередь. Доска, посвященная памяти Николая Толкачева, выполнена в бронзе. На ней великий тренер, один в пустом зале, размышляет о будущем Владимирской гимнастике. Благодаря традициям, заложенным Толкачевым, воспитанники школы завоевали 26 олимпийских наград, 13 из которых золотые. Мы знаем, что это уникальная судьба. Это фронтовик, который, к счастью, для советского спорта и, как говорится, российского, попал затем в спорт, гимнастику и раскрыл себя как великий тренер. Тренер, который подготовил великих спортсменов, имена которых знает весь мир, Николай Андрианов и Королев, и Артемов и так далее. И радует, конечно, что человека с нами сегодня нет, уже более 37 лет, но дело его живет. Это, наверное, самое важное, это то, о чем бы он, как говорится, мечтал. И к другим новостям. В областном дворце культуры открылась выставка старинных духовых музыкальных инструментов. Владимир привезли экспонаты из музеев, а также из коллекции домов культуры со всей области. Есть даже подлинники инструментов знаменитого хора Кондратьева. Подробности далее. В необычной экспозиции рожки, жалейки и ладница. А эти музыкальные инструменты были созданы в 19 веке. С ними выступал хор рожечников знаменитого Николая Кондратьева. Уникальные экспонаты во Владимир привезли из Камешковского музея. Возможно, на одном из этих инструментов играли участники знаменитого хора Кондратьева. Музыканты покорили Париж и даже выступали перед царской семьей. Обычный пастушеский рожок с того времени во всех губерниях стали называть Владимирским. Культура хоров, Владимирских рожечников, зародилась в конце 19 века. И первый хор был создан нашим земляком, простым пастухом Николаем Васильевичем Кондратьевым. Кстати, этот хор выступал при дворе Александра Третьего. И сам Александр Третий, любитель духовых инструментов и умел он играть, он не смог издать ни одного звука на Владимирском рожке. А это двойная жалейка, уникальный инструмент. Пастух играл одновременно, сразу на двух дудках. Все такие инструменты в основном делали из дерева. А есть старинные инструменты, изготовленные методом раскола. Когда плашка раскалывалась на две половинки, выдал бы львов с каждой половинкой отдельно, значит складывались эти две половинки, обматывались брестой и получался вот Владимирский рожок. Сегодня старинные традиции воплощаются в творчестве современных музыкантов. Аутентичные произведения, лирические, плясовые и хороводные песни звучат в новом прочтении. Ансамбль напевы «Аполье» известен по всей России. Музыканты черпают вдохновение из Золотого фонда народного фольклора. Это чисто народные песни, народный фольклор. Но мы их обрабатываем, у нас несколько программ. Работаем в эстрадной обработке, то есть народные песни перекладываем. Просто чистый фольклор такой, инструментальный. Культурные события организовали в рамках акции «Живая нить традиций». Уже создан специальный сайт, где любой желающий может узнать об истории Владимирского рожка и музыкальных коллективов. Также издан художественный альбом. К нему прилагается CD-диск, на который записаны исторические наигрыши и народные песни в исполнении знаменитого ансамбля «Владимирские рожечники». Илья Лопушенко, Лариса Янковская и Дмитрий Шаталов. 29 октября во Владимирском центре пропаганды изобразительного искусства состоится открытие выставки «Витязи веры и славы Руси». Член Союза художников России Андрей Орехов представит полотна, связанные с такими выдающимися личностями, как Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской и Иван Грозный. Также в центре ИЗО автор представит иконы святых благоверных князей, канонизированных Русской Православной Церковью. В творчестве Андрея Орехова объединились монументализм, историческое направление и религиозная живопись. Мастер принимал участие в реставрационных работах в Успенском соборе, княгине на монастыря и церкви Бориса и Глеба в Кидыкше. Помогал восстанавливать и множество других российских храмов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если вы хотите стать героем нашего репортажа, у вас есть интересная история. Или вам нужна наша помощь, то звоните по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир в 19.00. Не пропустите.